Они были на Руси письменностью до Кириллеса и опирались на житие Кирилла, то есть жизнеописанием вот того самого Кирилла, который и создал славянскую грамоту. И в этом житии есть такое загадочное место. Говорится о том, что он был в Корсуне, то есть это Херсонес, в Крыму, где-то в 860-861 году, и там, я в переводе, чтобы не мучить вас древними письменами, там он нашел Евангелие и Псалтирь, написанное русским письмом. И часть исследователей предположила, что это было какое-то русское письмо до изобретения грамоты, потому что считается, что изобретена была грамота в 1963 году, а это еще раньше. Ученые хорошо знают, что до 863 года, до года, когда у славян появился систематический прекрасный алфавит, который получил название Кириллеса, письменность была. Книг было великое множество. Книги были написаны на основе глаголического алфавита, более древнего, чем Кириллица. Они есть такие книги, но их очень немного, в том числе и в отделе рукописей Румянцевской библиотеки. Что же касается книг Кириллических, то их чуть больше, но тоже летописи и другие источники однозначно утверждают, что большинство, подавляющее большинство книг погибло. В частности, погибли огромные библиотеки, которые были в древнерусских городах во время татар-монгольского нашествия. 1237-40 год. Летопись об этом говорит однозначно. До строп, то есть до перекрытий, до потолков, были собраны книги в храмах, которые татар-монголы разрушили, сожгли, и поэтому осталось лишь очень и очень немного. Святой Кирилл и Святой Мефодий, братья, еще до своей славянской миссии в Моравии посетили Крым и побывали в Херсонесе. Там, в Херсонесе, у некоторого русса, они увидели псалтырь и Евангелие, писанные русскими письменами. И до сих пор ученых возбуждает эта загадка, что значат русские письмена для того времени, когда еще славянская азбука не была изобретена. Предполагают, есть такое предположение, что это русская руническая азбука. Как выглядела эта азбука? Примером такой азбуки может служить Баянов гимн. Баянов гимн – это руническая книга небольшого размера, сохранившаяся в архиве Гавриила Романовича Державина. Вот перед нами рунические знаки. Это и есть докирилловская азбука, о которой мы сегодня говорим. С левой стороны расшифровка, перевод на современный русский язык Гавриила Романовича Державина. Я думаю, что Гавриил Романович Державин был достаточно опытным и авторитетным писателем, крупным культурным деятелем, государственным деятелем. Он был одно время министром юстиции, так сказать, у Екатерины Второй. Вряд ли пошел бы на поводу фальшивки. В начале прошлого века в Петербурге жил известный коллекционер и продавец древностей Салукадзе, в каталоге которого значилась опись древней книги, состоящей из 45 буковых дощечек. Еще до глаголицы славянские племена умели писать и читать, но пользовались, во-первых, так называемыми чертами и резами, а во-вторых, греческим и латинским алфавитом, но безустроения. Безустроение потому, что славянская фонетика звучания и славянского языка существенно отличалась от звучания латыни и греческого. Гадают ученые очень долго и не знают, откуда происхождение слова «скиф». Это слово греческое. Но изображает, изображает, передает. Вот я открыл это для себя на лучных соревнованиях. Да, увидел. В Москве, когда был в армии, в увольнение попал, случайно стадион, в лучных соревнованиях, в Лужниках был. И вот, с тетивой ушла стрела. Когда ударяет, уже когда из армии пришел, уже стал пробовать здесь у себя по дворе, делать мишени, все. Иф, иф, ток, ударятся. В живую ткань, в животное, в человека, разрывает, она как раз, иф, на излете, иф, идет. Древние, они давали всем очень меткие прозвания. Я думаю, что все-таки эта вещь поддельная. Хотя полной уверенности у меня в этом нет. Пусть она отпечатается, пусть изучает веру. Только не надо однозначно говорить, потому что в науке нет однозначных решений. Можно с помощью вересолю. Пустить много-много тумана. Как это делал Сулакадзев, так и Бардин. Были такие великие поддельщики, фальсификаторы. Он в подлинную книгу правил. Брал перышко, правил дату, правил имена, правил места, правил города. Академик Востоков, известный в прошлом веке ученый, отрицательно относился к деятельности Сулакадзева, считая его поддельщиком. Его уличили еще ученые начало 19 века в подделке рукописей. Дело в том, что в это время стали собирать рукописи, и люди осознали ценности. А раз осознали ценность, появились и подделки. Вот Сулакадзев был один из тех уже признанных поддельщиков рукописей. То, что он сделал и по русской иронике, и по спасению, не знаю, там, пербской азбуки, и каких-то китайских у него книги были. В то время китайские. Он устраивал раскопки в Новгороде, в Сарае. То есть он вел работу больше, чем вся эта Академия наук вместе взятая. И многие открытия, которые делал он и его друзья, они где-то на столетие предвосхитили развитие науки. Трудно объяснить, чем руководствовался Сулакадзев праве подлинной пергаменной книги. Или создавая новые книги на пергаменте, например, слово полку Игоря. О, подлинный свиток XII века. Фальшивка, подделка XIX века. Сохранился список, написанный самим Сулакадзевым, перечень тех древностей, которыми он обладает. Либо это у него уже были, либо он только намеревался их изготовить. Но, во всяком случае, список такой сохранился. И он мог служить, так сказать, исходным толчком для сочинения вот этой самой Велесовой книги. Славянские боги были грозны, но справедливы и добры. Язычники породнили душу со стихиями. Отсюда двоемирие, в котором жил, живет и будет жить славянин. О, господин мой солнце! Город Владимир. Дмитровский собор. Один из уникальнейших храмов Древней Руси. В его каменной резьбе мирно уживаются сюжеты христианской ведической культур, которые подтверждают двоеверие того времени. На кресте мы видим удивительную деталь – уточку. Она упоминается в книге Велеса. Это мировая уточка, которая держит землю вместе с дождь богом. А вот изображение дождь бога, о чем свидетельствуют буквы «да» и «б». И вот дождь бог сотворил нам это яйцо, в коем всем свет звезд нам сияет, и в сей бездне повесил дождь бог землю нашу, дабы она была удержана. И есть сделка.